всем всем привет мы продолжаем играть в игру эволюции никогда не заканчивается сегодня у нас будет еще одно вымирание динозавров ну что ж поделать таков 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 жизненный цикл том числе в данной игре вы не забывайте подписаться на канал рекомендовать друзьям устраивайтесь поудобнее всем всем приятного просмотра но а мы начинаем мы почти все сделали здесь нужно обновить признаки цепки и лапа длинные цепки пальцы на лапах которые могут хватать и сжимать дают огромное преимущество улучшаем у нас здесь появилась еще стадное поведение 2 динозавр начинает объединяться урупа для защиты от хищников живя свободными семейными ячейками увеличили четыре ноги ничего нас не дало какие признаки мы еще можем обновить давайте гибкая шея длинная гибкая шея открывает новые точки обзора она появилась у динозавров отряд дозора под и дала ему уникальную возможность оборачиваться назад таким образом даваем новый защиту от хищников улучшаем а еще мы комсагнату маленькие тела эволюционировав некоторые динозавры стали небольшими и быстрыми убегали от хищников не сражаясь с ними они были полноправными хищниками охотились на более мелкие виды например ранних млекопитающих локок что какой признак мы еще можем обновить о вот это что-то новинка гастролиты это камень проглоченный животным который находится внутри желудочно-кишечного тракта помогает измельчать пищу для лучшего пищеварения замечательно быстро меняющиеся зубы можем не раз с вами читали кому какие признаки мы можем о крылья нет не можем не хватает но можем ласты дважды причем отлично нас осталось 300 300 300 300 ну может быть давайте вот это сделаем все и последнее что было бы интересно нам анкилозавр и листегозавр анкилозавр нужно 200 давайте попробуем хватит ли нам 200 да вы что прикалываетесь но серьезно но значит нет значит не время еще но все здесь все погнали да будет у нас сейчас еще одно вымирание 1397 существ погибло крылья ухты много чего но у нас сейчас мало ну все по стандартному идет сколько их тут ну давайте по 25 ну 30 хорошо быстренько мы сейчас а почему здесь не показывается ладно по 30 будет вполне достаточно велоцираптор у нас появился круто анкилозавр ну процедура стандартная абсолютно 30 все по 30 вот тирозавру 30 очку хорошо плезиозавр жалко что он один среди водных а что все она ему очень тяжело там даже 38 с избытком 30 замечательно погнали за уроплоды куда ты летишь ты мне нужен 30 тераподы комсагнат она велоцираптора у нас нет денег да велоцираптор маленький пернатый хищник с чрезмерно а с чрезвычайно острыми когтями и зубами велоцирапторы были искусными охотниками которые преследовали и потрошили свою добычу у нас слава богу хоть комсагнат о о о отлично комсагнат теперь начал сам себе приносить доход и у нас велоцираптор ну да как то жутковато он бегает жутковато ну значит на сегодня с этими друзьями у нас закончено а мы переходим к основной модели развития нашей планеты у нас очень много чего появилось нет вот давайте мы ничего не будем сейчас во первых я посмотрю можно ли хватит ли нет даже не буду пытаться у нас много чего открылось с прошлого раза давайте мы сейчас об этом почитаем очень будет интересно я думаю что у нас четвертое это у нас создано 250 эукариотических клеток несмотря на то что эукариоты составляют небольшую долю всей жизни на земле благодаря их большому размеру их совокупная биомасса равна или даже больше чем у прокариот губка губки часто бывают токсичны при употреблении в пищу поэтому у них мало естественно у них мало естественных врагов мартышка обезьяна гориллы могут заразиться лихорадкой эбола как и люди и на самом деле они подвергаются серьезной угрозе из-за недавних вспышек в результате которых погибло много диких горилл эбола является причиной одной трети всех смертей гориллы шимпанзе с 1990 года и у нас еще что-то появилось нет все мы открыли все хорошо погнали с акулами пока все тихо но 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 у нас теперь есть возможность ящерку да или не ящерку а давайте крокодила как раз купим аллигатора а вот следующего уже не можем аллигатор родина аллигаторов является сша и китай у них широкая морда и более темная окраска чем у крокодилов они живут в основном в пресной воде имеют характерный привкус так 72 я не готов столько прям много отдать у меня столько нету здесь у нас вроде бы все неплохо вот есть что насекомые согревание согревание хладнокровные животные например ящерица лежат на солнце согреваясь для повышения температуры их тела поскольку они не способны к терморегуляции не хочу не способны к терморегуляции это делает их метаболизм более эффективным можно вот это еще к ящеркам липкие липкие пальцы у гекконов есть липкие подушечки на лапах которые позволяют им прилипать к поверхности эта способность улучшается при повышенной влажности но уменьшается когда геккон опущен в воду или на материал с низкой поверхностной энергией такой как тефлон при повышенной влажности а вот и геккона у нас геккона маленькие ящерицы обитающие в тропическом и пустынном климате они узнаваемы по издаваемым звукам отсутственный век и способностью прилипать к поверхностям питаются насекомыми обычно ведут ночной образ жизни вот здесь прям много 51 это для меня неподъемное сейчас уже так и здесь из всего этого мы уже все сделали вот оно что есть чего у нас нету неокортекс часть коры головного мозга который контролирует зрение и слух у млекопитающих даваем эволюционные преимущества над другими животными хорошо хорошо кстати сказать почему бы и нет отлично открылась где это переосмысление прошлого когда-то каменный век считался единым периодом времени но за прошедшие годы историки внесли уточнение разделив на три века палеолит мезолит и неолит хорошо а что мы еще здесь можем у нас миллионы то есть это мы уже не можем сделать и это не можем жаль но переходим тогда к железному веку век империи начался когда железо заменило бронзу бронза уходит в прошлое когда люди начинают создавать лучшее оружие из стали железа создаются кованые инструменты и оружие номинально укрепленные города и зарождается городская структура общества переходим обратно ну надо хотя бы не знаю сколько 25 то что здесь все остальное не так уж и много ас 50 все все 2 у нас появилась монеты сделаны из бронзы серебра и золота появились к концу железного века около 100 лет до нашей эры в британии предполагается что персидская империя была первой цилизацией которая имела бронированную конницу экипировав своих лошадей и всадников стальной броней во мне это а у нас еще медицина медицина из-за инфекции генетических заболеваний и несчастных случаев человеческое тело часто подвергается опасности ранние попытки вылечить эти недуги использовали травы и элементарные знания о нашем теле чтобы попытаться спасти жизни а мы пойдем дальше порох первый из известных химических взрывчатых веществ он состоит из смеси серы древесного угля и нитрата калия серо и уголь действуют как топливо а селитра является окислителем огнестрельное оружие бум самое первое известное химическое взрывчатое вещество порох было запрещено в Китае в девятом веке позволяет нам создавать фейерки взрывчатые вещества и ружья войска военные это организованные группы воинов которые служат как для защиты своих родных общин так и для нападения на другие железный меч железные мечи проще изготовить чем бронзу и им легко придать нужную форму что привело к увеличению масштабов производства вскоре целые армии были оснащены этими клинками но мы пошлите за правительство правительство это система система организованная с целью поддержания государства она издает законы управляет обществом она может принимать различные формы включая монархию демократию теократию и тиранию а у нас средневековье но нам до средневековья пока далеко еще чеканка монет монета облегчает торговлю и продвигает сильных мира сего маленькие металлические диски различные номиналы представляют собой валюту и позволяют вести торговлю больше денег больше проблем гигиена хотя мы еще не обнаружили микробов мы начали понимать что грязные условия проживания приводят к болезням обеззараживание воды это первый шаг к пониманию распространению инфекционных заболеваний железные инструменты мы учимся плавить делать железные инструменты и оружие прочнее и долговечнее чем их бронзовые предшественники алгебра математика продвигается дальше базовых операций и умножения более абстрактные формулы мы можем достичь гораздо большего отсюда у нас появляется телескоп используя изогнутые увеличительные линзы мы можем видеть отдаленные объекты как если бы они были близко мы можем смотреть на море и на звезды очки линзы для коррекции зрения установлены в оправе перед глазами человека не нужно больше щуриться но здесь у нас нет двести столько миллионов микроскоп впервые мы можем видеть объекты организма меньше чем доступно невооруженным глазом нам открывается новый крошечный мир на все остальное у нас уже все не хватает денежек что мы можем обезьян не можем не можем все не можем не можем значит все здесь мы закончили а что по основной ветке по основной ветке у нас пока тоже ничего человечество добиваться все не хватает обезьян ну ну значит на этом все все что мы могли мы уже сегодня сделали вот такая вот серия у нас получилась не забывайте подписаться на канал рекомендовать друзьям ух ты не грустите не болейте я с вами прощаюсь на сегодня до новых встреч и всем пока пока пока